добрый день слушатели канала сандеец мы прошли первую декаду месяца многих захватили разного рода хлопоты состояние волнения привычного ожидания праздника проявляется все больше и это правильно ведь новый более радостный мир достигается устойчивым мнением что все происходит к лучшему и здесь дело не в одобрении чего-то неприятного или даже болезненного а дело в том чтобы посмотреть за его пределы и создать предпосылки намерения туда где все сложное разрешилось и жизнь стала лучше какой бы мы не рассматривали ситуацию исключаем из своих мыслей сценарий ухудшения а нам не нужно визуализировать все детали перемен не нужно напрягаться чтобы находить решение и нужно исправлять других просто позвольте себе прогулку по вариантам как это может улучшить то каким был мир ранее при этом текущий негативы свяжитесь самим процессом перемен таким образом у нас образуются три зоны первое это мир ранее в котором что-то буксовала были нехватки страдания всякие проблемы войны потери и разногласия вторая зона это текущий мир которым варится суп перемен и пока он не готов к употреблению он в процессе а третья зона это тот самый новый мир которым решены все вопросы первой зоны вот на этой зоне тотально и сфокусируйте свое внимание никакого интереса не проявляйте двум первым зонам на весь период декабря вообще исключите все что может трактоваться как эти первые две зоны все мысли и разговоры все песни фильмы передачи дискуссия книги мечты намерения поместите в зону лучшего нового мира это будет процессом нахождения здесь и сейчас если вы согласитесь с тем что находитесь зоне перемен но сфокусированы в зоне лучшего решения то это будет самый лучший вариант самый отличный вариант до зона перемен сложна и порой неудобно варима так ведь суп не едят в полу готовым видимо знаем это его обязательно надо доварить не возмущаться кипением не жаловаться на скорость готовки не ругать ингредиенты но спокойно довести до кондиции состояние здесь и сейчас это принятие происходящего именно как процесса они виде конечного результата этот месяц конечно очень важен нам всем но находясь состоянии здесь и сейчас все же шпаргалочка про особые дни это как кстати подстилит соломку поэтому давайте перейдем к этим дня особым чтобы понимать 11 число 11 декабря и ну я буду говорить также традиционно про дни на которые особое внимание обратить надо почему они так и называются они несколько такие напряжённо да так вот 11 декабря называется кто кого переговорит здоровое желание помериться силой она будет и она в принципе само по себе вполне экологично испытать свои возможности показать себя во всей красе но любая игра должна идти по правилам в обратном случае вероятность обмена каких-то эмоций до не очень резоны какого-то обмана манипулирования из темы кто сильнее тут и прав вот эта вероятность высока и тогда чья-то сторона точно почувствует себя жертвой а хронологии событий треугольники карпана да мы знаем тиран жертва спасатель это как некий бег по кругу и это все развернет сценарии тиранов жертву свое время поэтому на следим за эгоистичными проявлениями личностными в том числе до первую очередь не торопимся весить ярлыки и так светим как греем чтобы нам создавать на хорошую такую позитивную ситуативность создавать атмосферу тепла вокруг себя и вот наполняемся всем этим 12 декабря кому-то может показаться что время застыло на месте но подсознание сигналит даже если внешних изменений не видно закадровые решения готовится и система все равно кто самое время выдаст какую-то информацию вопрос всем ли понравится эта информация ну скорее всего нет кто-то почувствует себя зависимым связанным обстоятельствами так что судьба проверяет готовы ли вы идти за привычную зону комфорта ну надо сказать еще что это кармичный день и это день быстрой кармы поэтому тоже следим не требуем от себя слишком многого даем себе отдохнуть немножко позависать а день довольно сложен для принятия решений но мы утром формируем намерение на целый день с тем чтобы наш день был намного приятнее да и позитивнее 13 декабря и здесь безопасность физическая психическая она встает по главу угла все трансформации совершаемые сегодня они смогут раскрыть наши творческие задумки планы и предъявить их онлайн миру конечно постараться придется кого-то убедить в том что у вас очень крутая идея и она такая современная очень прогрессивная важна дипломатия потому что все можно решить когда не по головам далее 15 декабря и я бы назвала это такой маленький слоган этой фразы да основной зернышком таким да которая будет определять я сам обманываться рад и вот этот слоган он главное чтобы не превратил нас всех жертву всесильных обстоятельств когда за очарованием харизматичной вечности стоит такое ну порой слабо различимое манипулирование обман важно чтобы немалый ресурс дня а он есть до сегодня довольно приличный такой вот этот ресурс его обратить себе на пользу нужно уходить от шаблонов и догм традиционных авторитетов сторону изменений диктуем их своим внутренним голосом не бойтесь что они могут быть неожиданны риски если вы доверяете себе своему сердцу то все на благо далее 16 декабря и здесь изменения предыдущего дня для кого-то все же явились довольно такими разрушительными до сложными но даже сейчас когда все ну кажется что сыпется ловите волну выбирайте лучший из возможных сценариев чуткость природная интуиция вам в помощь но риски ловушек интриг тоже имеют место посидите в тишине понаблюдайте займитесь дома мы просто иногда бывают такие периоды такое время когда лучше пересидеть и переждать эти сложные трансформации этого дня который несет на себе эту энергию 18 декабря этот день нужно будет контакт с какими-то организациями в социуме и возможно тема будет касаться бумаг договоров поэтому важно проверить каждую букву если вас обидели незаконно обвинили не копите гнев найдите возможность выплеснуть эту внутреннюю энергию этот внутренний гнев как-то экологично но способы мы все знаем да выйти в лес погулять свежий воздух это все нас гармонизирует и отношения с обидчиками вот в этот день лучше не выяснять 20 декабря 20 декабря важно любить принимать свободу выбора других понимать что ваши потребности могут не являться потребностями других читайте знаки судьбы потому что в этот день будут подсказки сейчас я немного опишу характеристику людей родившихся в декабре ну наших именинников декабрьских женщинам женщинам декабря важно служить всегда они не стандартные такие они они иные таким образом можно охарактеризовать женщин как чувствительных ранимых особ для них очень важна забота они умеют заботиться о других эти женщины не всегда понимают разницу между служением и прислуживанием поэтому в отношениях часто оказывается в очень неудобном положении для себя могут быть в треугольнике о котором я уже говорила жертва тиран спасатель и чаще всего именно подобным образом выстраивают отношения и не только любовные выбирают себе несоответствующих партнеров им не нужны просто ровные отношения им нужны отношения где будут страсти но и страдания таким образом они понимают для себя любовь женщины декабря умеют находить нестандартные решения если принимают то что они необычны они видят мир иначе часто выбирают профессии связанные со служением это вполне коммуникативные люди они могут выполнять кропотливую монотонную работу осторожно пускают жизнь они очень нуждаются в любви но делают шаг вперед и от страха два назад очень тонко чувствует партнера и поэтому могут присоединяться а к партнеру а проживая его чувства вместе с ним и разделяя их такие женщины редко бывают лидерами чаще они будут зависеть от партнера и его настроения одиночество для них невыносимо они созданы для парных отношений женщинам декабря важно чтобы партнер оценил то как сильно они вкладывались заботились о нем и служили ему своем желании угодить партнеру могут дойти до прислуживания но когда они настрадаются вдоволь в отношениях они станут позицию карателя и будут наказывать партнеры за то как сильно они вложились но не получили отдачи реже бывают обычными агроисками что сделать чтобы женщинам декабря была довольна как ее любить как выстраивать отношения благостные но необходимо давать им заботиться о себе служить их интересам и им также как они служат вам не забывать что эмоции нужны всем и желательно чтобы они были конечно самыми положительными сами позитивные теперь про мужчин декабря и здесь такой слоган звучит таким образом я буду служить тебе только люби меня мужчины очень чувствительные эмпаты неплохо чувствуют женщину мечтают они земной партнерши мужчины декабря боятся женских эмоций и агрессии они практически не умеют принимать эмоции и будут уступать женщинам и им это проще чем идти в агрессию у людей декабря врожденная потребность жертвовать и мужчина декабря не исключение ему важно заботиться о партнере ему важно служить своему партнеру но когда такой мужчина знакомиться женщиной он будет активен в своих ухаживаниях но после он предпочитает больше брать чем отдавать сложно говорят нет им важно быть полезными но часто устают служить и становятся эгоистами очень ранее мы чувствительны что может привлекать женщин которым важно чтобы их понимали они всегда выбирают женщину которые нужны эмоциональные качели пришел ушел очень любят душевное понимание и прощение иногда могут жить ну так в одиночестве да отстраняясь от других а для них это нормально очень часто пребывают в созависимых отношениях отношениях по типу жертвы спасатель если вы не готовы к таким отношениям то это мужчина не для вас они могут чувствовать себя недолюбленными с детства и поэтому очень сильно нуждается в любви чувственности и заботе что касается финансов то такие мужчины склонны к самопожертвованию ради партнера поэтому часто они зарабатывают для своей женщины хотя им самим деньги не очень важны но обычно такие мужчины склонны к поиску дела которому они хотят верно служить и менее редких случаях эти мужчины работают ради денег без удовольствия ну как любить мужчину декабря быть готовы к его глубине давать ему и ласку нежность тепло заботиться и заботой относиться к его чувства конечно это описание такое общее утрированное и понятно что когда мы строим портрет личности энергии у каждого человека много и этот неповторимый рисунок взаимодействия энергии или архетипов да мы говорим которые очень яркие проявляется каждый по-своему и вот это вот этот замес эти взаимодействия они очень индивидуальны они проявлены у каждого по-своему поэтому всегда точнее будет если мы посмотрим на портрет и это будет много это дает много информации да вот но тем не менее основные тенденции я сказала и хочу привести еще маленькую цитату из стихотворения открыл декабрь врата зимы бежим к окно проснувшись мы а на стекле густой узор засыпан снегом сад и двор и смотрим мы сквозь динки на зимние картинки ну картинки будут у нас 21 декабря буквальные картинки ментальные и разные потому что мы открываем врата солнцеворота солнцестояние это такая эпохальная дата очень и это все впереди а пока уже завтра переходим во второй декад и февраля желаю всем прожить ее максимально эффективно ресурсно удивительно волшебно по зиму по новогоднему всем отличного дня до свидания